Всем большой привет и сегодня я подготовил для вас очередную подборку простых ремонтов. Начнем с самого простого, это монитор от компьютера. Крест означает, что с ним есть проблемы. Подключим к монитору питание и посмотрим, какие именно проблемы у него. Нажимаю кнопку и она сразу же гаснет. Дисплей при этом не включается. Вероятнее всего, что-то с конденсаторами или лампами. Откручиваю все, что может откручиваться и разбираю корпус надвое. Увидел следы коррозии на кнопках. Видимо, что-то пролили на переднюю панель. Надеюсь, это не повредило матрицу. Снимаем защитный экран с блока питания и контроллера. И в этот момент я всегда надеюсь, что увижу вздутые конденсаторы. Так оно и есть. Эти вспученные стороны конденсаторов хорошо видно на свету. Их мы и будем менять. Также обратив внимание на странную перемычку на обратной стороне платы. Убираем неисправные конденсаторы. Вид одного из них оставляет желать лучшего. И электрические параметры тоже. Запаял новые джимиконы. Их параметры идеально подходят взамен старых. Пробую включить монитор с новыми конденсаторами. Нажимаю на кнопку питания. Загорается зеленый светодиод. И не гаснет. А на экране есть изображение. Подключил видеокабель. Рабочий стол отображается без проблем. Больше дефектов не обнаружил. Теперь можно снять этот крест. Монитор продолжит свою жизнь и еще послужит своему владельцу. Следующий ремонт оказался довольно необычным для меня. Обратился автовладелец с просьбой посмотреть его ключ. Сообщил, что не работают кнопки. Как видно, при нажатии кнопок не загорается светодиод. То есть брелок не подает команды на автомобиль. Я знаю, что внутри плата с батарейкой. Если какая-то скрытая проблема в самой плате, то сходу отремонтировать не удастся. Это все-таки охранная система. Располовиниваем корпус. Видно, что нет батарейки. А я еще чего-то ждал от светодиода. Поискал батарейку для этой платы. Здесь идет CR2032. Как в материнских платах компьютеров и еще много где. Напряжение 3 вольта. Батарейка свежая. Вставим ее на свое место и соберем брелок. Нажимая на кнопки, светодиод все равно не горит. Разбираю брелок снова. На этот раз осмотрю плату внимательнее. Никаких видимых дефектов на ней нет. Совершенно чистая и целая плата. Решаю подать питание с лабораторного блока напрямую. Это приносит результат. Светодиод заморгал. Прекрасно, плата цела и работает. Проблема в контактах батарейки. Решил подогнуть контактный язычок, а также зачистить площадку, с которой он соприкасается. Заметил также, что на площадке есть выработка. Раздвигаю контакты друг от друга. Собирая все на место, контакт появился и брелок в сборе работает как нужно. Завершит подборку простых ремонтов плата от портативной колонки под микроскопом. Проблема здесь явная. Это отрыв разъема microUSB вместе с пятаками. Немедленно приступим к ее устранению. Зачистив сначала плюсовую дорожку. Наношу флюс, затем пропаиваю контакты. А вот и сам разъем, с него нужно снять оторванные пятаки. Запаял разъем на плату и пропаял его насколько возможно. Восстановим плюсовой контакт при помощи проволоки. Отлично. Минусовый контакт также припаял к минусу на плате. Время тестировать мою работу. Присоединил к колонке шлейфы и поставил заряжаться батарею. Ток зарядки составляет 420 мА. Батарея заряжается. Спустя некоторое время ток упал. Можно попробовать включить колонку. Работает. Батарея зарядилась. Значит восстановление прошло успешно. Колонка собрана. Кстати, вот ее модель. Можно включить и прогнать свои любимые песни. И если все с ней хорошо, отдать клиенту. А на этом рубрика простых ремонтов заканчивается. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Обязательно подписывайтесь, жмите лайки и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...